Сложно прогнозировать действия нашей власти, но слова Гройсмана похожи на слова космонавта, знаете, оторванного от жизни. На сегодняшний день уже катастрофическая ситуация, и не только в энергетике, но и как следствие в промышленности, в экономике, поскольку это аналоги. Уже остановлен Краматорский ферросплавный завод. Для Авдеевского Коксахима угля хватит еще на 9 дней. После его остановки, соответственно, будет вопрос, вернее, даже не вопрос, а факт, будет остановка металлургических комбинатов в Мариуполе. Это десятки тысяч рабочих мест. Это энергоснабжение городов. Кроме того, очень многие ТЭСы имеют при себе города-спутники, которые снабжаются теплом за счет того, что вода, которая идет на охлаждение энергоблоков, она используется как отопление. Альтернативы нет. Мы можем получить десятки алчевсков в тот же момент, как только энергоблоки абсолютно остановятся. По различной аналитике, угля хватит от 10 до 40 дней, в зависимости от этих нагрузок. Но скажите, каким образом они их будут регулировать? Единственный способ – это вводить отключение промышленных предприятий в дневное время и заставлять людей работать в ночные смены. Удастся им это сделать, но, скорее всего, отключать будут просто на подстанциях принудительно, в первую очередь, промышленность. Это падение, это сокращение рабочих мест, мы понимаем, да, это снижение отчислений в бюджеты всех уровней. То есть катастрофа наступила уже сегодня. И вместо того, чтобы действительно решать проблему с теми, кто блокирует железнодорожные пути, власть рассказывает, что заложником 50 человек станут десятки миллионов украинцев. Причем преимущественно жители Юго-Востока и центральной части Украины. В первую очередь, невыгодна блокада и остановка предприятий представителями финансово-промышленных групп. Ведь остановка, как Сахима, остановка ферросплавных и металлургических предприятий – это вещь безвозвратная. Знаете, что такое козел? То есть это когда просто печи потом восстановить невозможно. То есть это гибель. Это гибель для промышленности, тяжелой промышленности, которая составляет основу нашего ВВП. Второе. Вы говорите о том, что кто-то бездействовал. Вы знаете, нам постоянно вбивали очень долгое время в голову, я имею в виду гражданам Украины, о том, что Донбасс дотационный, о том, что его надо обнести колючей проволокой, и что Украина без него прекрасно будет жить. Вы говорите о диверсификации потоков поставки угля. Для информации, мы потребляем порядка 26 миллионов тонн. 17 из них – это газовая группа, 9 миллионов тонн мы потребляем антрациты. Ну, так устроены наши ТЭСы, наши генерации. Так вот, мощность перевалки через порты – это 400-450 тысяч тонн в месяц. Умножаем на 12, получаем 5 миллионов. А антрацит – это нормально было? Они же не всегда работали только на антраците. Нет, давайте, я немножко в этом больше понимаю. Я депутат от 181 округа, был там главой администрации Змеевского района, и там находится Змеевская ТЭС, у которой 10 энергоблоков, которые работают на угли антрацитовой группы. Сейчас там происходит реконструкция, один блок меняют на угли газовой группы, которые добываются в подконтрольной территории. Но, во-первых, это миллиардные вложения, раз. Во-вторых, газовая группа углей, она экологически вреднее, чем антрациты. Весь мир полностью отказался от использования газовых углей. Так я вернусь все-таки к перевалке, чтобы мы понимали, да. Вот 5 миллионов мы можем теоретически завозить, если возить будем круглый год. Где брать дефицит в 4 миллиона – большой вопрос. Даже наплевать на здоровье наших граждан, переведя на газовую группу, нужны миллиарды, которых в бюджете нет. То есть надо выйти и честно сказать, ребята, без угля из Донбасса у нас будут верные отключения, у нас будет остановка и так далее. Нужно задавать еще вопрос к министру энергетики. Скажите, пожалуйста, а почему к началу отопительного сезона и к началу зимних максимумов накопление на станциях было ниже нормативного в 4 раза, которое обычно должно составлять 5 миллионов, а мы в сезон вошли с миллионом 200. Если вы помните, господин Насалик рассказывал о том, что не будет никаких таких вот вещей. Друзья, не могут 100 человек, представляющих агрессивное большинство, держать в заложниках целую страну. Это не просто хулиганство. Это не надо обращаться к СНБУ. У нас же прекрасная полиция. Это милицейские статьи. У нас есть СБУ, поскольку это угроза жизнедеятельности государства. Так? Я могу только заперечить. И самое главное, скажите мне, пожалуйста, а почему молчит Порошенко? А где его позиция? Он играется в электоральную любовь, он боится насолить патриотам и боится людям выйти и сказать, что он без помощи. Так, может быть, надо что-то с этим делать. Я могу только тут заперечить. Ну, вопрос о президенте, это вы ему задавайте. Я, на жаль, не могу ответить, что я еще не президент пока что. А с привода патриотов, понимаете, справа в том, что там очень много патриотов, которые говорят про заборону торговли из Ордло, не в контексте, даже сам вуголь. Вы понимаете, нас сейчас стараются всех завести в проблему вугля. А проблема вугля от перемещенных товаров на ту сторону. Вы понимаете, если бы активисты не пускали лише вуголь, то, возможно, можно было бы честно сказать, что, ребята, мы не можем без этого вугля. Вот крапка. Вы понимаете? Ну, у нас же там вистояются и другие интересы. Там, где СБУ выдаёт бумажку, циркулярчик, подписанный за згодою на поставку товара туди. А если там будут ситые и довольные, они не будут створювать партизанские рухи им до одного места. В них все будет хорошо. Вони будут вернуть Моторолу, кричать «Слава!» и «Гиви». Тому я в данном случае говорю еще раз. Провокация силового розгону. Вы знаете, когда-то такой был уже у нас мудрый Янукович. Який силовым розгоном захотел потягаться студентами. Результат получил. Тому багато хто, використовуючи ці хороші гасла, дійсно, что не можно торговать на крови, как раз и домагается силового розгону, чтобы сплаковать події, которые могут настаточиться внаслідок этого. Потому что, еще раз наголошу, там есть игроки, а есть тих, кого грают. Так вот, патриоти, как раз они туда пішли не за гроши, а по своему пониманию, потому что они так понимают. И проблема наших засобов массовой информации, которые наложат в том числе и, как говорится, и олигархам, и правлячим, и неправлячим, в том, что на данный момент те, которые относятся до правлячих, как я говорю, олигархов, они в засобах массовой информации отмечаются, ждут, пока депутаты возьмут на себя удар, отстойчивые державные позиции. А другие такие, как один плюс один и им подобные, они как раз таки и наоборот зацикавлены в том, что была вот эта конфликтация. Только еще раз наголошу, выграют всегда не друг Украины. Когда украинец один, бьет украинца другого, это как раз всегда плохо, закинчилось в истории. И мы знаем много таких примеров. Поэтому резюмировать свою тезу могу одним. Закликать до силового разгону это не тоже не так хорошо. Поверьте мне, потому что я знаю, кто там стоит из нормальных людей. И люди имеют ту информацию, которую получили с телебачения. Извините, пожалуйста, можно я очень важно в этом вопросе разобраться? Во-первых, люди там не просто стоят. Люди блокируют магистрали. И это статья Уголовного кодекса. Вы мне скажите, а почему им можно нарушать закон, а мне или Ане, например, нет? Ну пойдемте пробьем кому-то голову, или ограбим банк. Ну чем это будет отличаться? А теперь смотрите, вторая вещь очень важная. Я вас не перебиваю. Если можно, я все-таки закончу самую главную мысль. Вы знаете, какая страна по товарообороту Украины с ней самая крупная на сегодня? Россия, наверное. Представьте, не Ордло, а именно Россия. И Россия есть и Ордло. Которую власть считает оккупантом, постоянно говорит. Кстати, про оккупацию Донбасса говорит только наша власть. Мир же ее не признал. Если Крым признан аннексированным, то Донбасс нет. Ни в одном международном документе. А теперь смотрите, что вы говорите. А давайте перестанем поставлять товары, и там будут партизанские отряды. Друзья мои, все, кто мог партизанить, оттуда уехал. У них были силы и деньги. Там осталось 2,5 миллиона наших граждан. Давайте комитировать. Разрешите? 2,5 миллиона наших граждан, которых полностью бросило правительство, которое дальше продолжает блокировать. И надеется, что сделав им хуже, заставит их либо партизанить, либо вернуться назад. Ребята, вы вдумайтесь в эту логику. Если вы будете постоянно бить соседа, он будет с вами дружить или нет? Нам нужно обеспечить нормальную жизнь тем гражданам, которым не смогли обеспечить наши правители нормальное, достойное существование и безопасность. Мы это сможем только, если мы будем контролировать эту территорию. Извините, но мы не можем обеспечивать территорию, которая оккупирована. И то, что там есть российские войска. Еще раз говорю. Юридически мир не признал. Мы тоже не признали военное положение и не ввели военное положение. ООН может признать только ООН. И никто из них подобных заявлений не делал. А кто по-вашему там находится? Сейчас любая блокада, это чистый сепаратизм. Потому что эти действия направлены на то, чтобы люди, которые живут там, нас ненавидели. Да, там 40 тысяч людей с оружия. Но там еще 2 миллиона 460 тысяч. Только что было 2,5. Правильно. Но я вычил 40 и получил 2,460. В математике меня точно не учите. Так вот, 2,5 миллиона людей являются заложниками тоже. И эти люди дают оценку Украине. А еще знаете, что самое неприятное? Весь мир тоже на это смотрит. И Трамп будет на это смотреть. И Европа будет на это смотреть. И все будут говорить, что мы не в состоянии навести порядок. На Донецкой оккупированной территории мы не в состоянии навести порядок. Потому что мы не контролируем. Я всегда говорю, ребята, делите, пожалуйста, власть и Украину. Когда власть говорит, вот мы за Украину. Нет, они за себя. Но из-за их действий могут пострадать украинцы. Это надо четко понимать. Если реакция мировой, общественности и отношение к украинской власти изменится, то в первую очередь пострадает государство. И пострадает каждый ее житель. Для меня те, которые носят цветы, гиви и мотороли, это не украинцы. Послушайте, пожалуйста, я хотел бы посмотреть, на чьи похороны выйдет в Украине 55 тысяч человек. Вот я за что и говорю, это не украинцы. Он для них герой. Он для них герой. И обвинять их в этом, наверное, нельзя. А я не хочу их кормить. Послушайте. Я не хочу их кормить. А он для меня не герой. Вы снова начинаете кормить. Вы снова начинаете делить на первый, второй, третий сорт. Это наши граждане. Я делю на коробоксернистов и на украинцев. Дорогие друзья, вы приходили в парламент с лозунгами про единую страну. Конечно. Вы говорили, что это все наши люди, что это наша страна, она должна быть единой. Вы по-прежнему их продолжаете делить. И вот это деление привело к тем событиям, которые произошли в Крыму и произошли на Донбассе. Пока вы не измените это отношение, страна единой не будет. И в стране будет процветать бандитизм. Там давно бы уже были украинские прапоры, как бы нерегулярные войска России в 2014 году. И не надо мне про это рассказывать. Я с ними воевал. Я, смотрите, уважаю вашу позицию, если вы в нее верите, если вы воевали действительно за свои идеалы. Мне почему-то кажется, что скоро, когда война закончится, у нее не будет героев. Ни с одной, ни с другой стороны. Когда мы узнаем правду, когда мы узнаем причины, когда мы поймем, кто виноват и кто столкнул, лбами счастья Украины, а все-таки столкнули. И людей лишили права голоса и всех остальных прав. И вы продолжаете это делать. Вот тогда будет ясно это до конца. Но вы говорите, кровавый разгон. Я вас уверяю, когда замерзнут ферросплавные печи, когда замерзнет металлургия, выйдут обычные граждане, которым дома будет холодно и темно, и наведут порядок с теми, кто там занимается блокадой. Вот поверьте, если вы боитесь этого сделать, то народ, как носитель власти, это сделает точно. Смотрите, а ведь...